здесь у нас просто поля ландышей перемешку с белыми английскими колокольчиками и ландыши вот-вот зацветут нижние цветочки начали открываться всем привет из нашего любимого английского сада где я работаю больше чем 15 лет сегодня я не буду делать большие съемки я буду только показывать такие самые яркие изменения в саду что изменилось за одну неделю посмотрите полностью оформились луга то есть мы уже видим разницу высоты травы и вот в них уже появилась очень много распущенных английских колокольчиков нарциссы почти ушли и сейчас у них конечно главная скрипка это колокольчики примулы ну и конечно одуванчики как вы видите с ними никто здесь особо не борется на лесной клумбе у нас зацвел соломон сил русское название напишу сверху продолжает свести брюнелла и вот вы видите там медовицы и как раз очень много пчелок летает вокруг оправдывает свое название ну и вы видите целые поля незабудок это на клумбах это не на луговых поверхностях зацвели старые яблони или с первые лютики на луговых посадках и цветет уже сирень раскрылись новые нарциссы у нас камаси и открылись и посмотрите какие у нас шикарные тюльпаны которые я посадила в прошлом году то есть сравните размер вот там зеленоватой чашкой это старые тюльпаны а это новые но я покупала луковицы двух размеров премиум и обычные так вот это премиум размер но и цветы тоже премиум конечно ведь и очень много поломанных чашек потому что но ураганы были просто день за днем дождь ветер в общем погода конечно нам дала испытания в этом сезоне на этой стороне старые тюльпаны которым уже очень много лет больше пяти смотрятся очень хорошо это наверно связано с солнечным аспектом потому что здесь они выглядят действительно удачно а на той стороне они почти за это время исчезли но эту сторону я оживила вот такими новыми белыми нарциссами как раньше я говорила что у нас цветовая гамма белая синяя на весну на этом бордере но вот кое-где старые остались все таки но не сравнить как они выглядят на другой стороне уже вот такие вот большие цвета почки на пионах вот а здесь у нас зацвела цедония вы видите впереди это вот лежащие на земле деревья это очень старается дружок встречаешь уже меня да привет птичек очень много красивый вообще разновидность птиц в англии просто воображение поражает вот здесь у нас колокольчики и фритиларий еще достаточно много и вы видите много желтых кремов как вы видите фритиларий уже отцветают нарциссы уже все закончили практически полностью сейчас время колокольчиков как я сказала наш любимый компостик который мы делаем сами сегодня закончила высадку для выгонки георгинов и это уже поздновато вот те которые я раньше сажала эти уже какие у них росточки и взялась чистить пеларгонии после зимы и нашла интересную вещь смотрите корней практически нету все выедено и самое главное что в почве тоже не было ничего то есть непонятно кто это дело съел потому что видимо личинки уже прошли цикл и в общем-то насекомые покинули свой инкубатор ну а нам оставили вот такие вот мало пригодные для жизни пеларгонии но я их конечно реанимирую то есть я поменяю сейчас землю им подкормлю и даже чуть-чуть капну им гормоны которые используются при черенковании так что у них все будет в порядке и они опять нас будут радовать но вот будьте очень внимательны и весной если видите что-то подозрительное лучше провести почву в своих контейнерах ну а так у нас увидите их с куткой это только одна теплица там вот еще вторая есть то работы мне сегодня больше чем предостаточно хотя в такой день я наверное ограничусь только теми подозрительными горшками которые нужно проверить и пойду делать работы в саду но погода сказочная девятнадцать градусов ветра нету птички поют очень не жизнь а мечта вот цветет у нас еще биргиния но это уже не первое цветение но цветы очень красивые высокие яркие и зацвела чесия но об аромате я просто не говорю какой здесь стоит метров за 100 чувствуется смотрите и это только начали открываться соцветия куст будет практически белым когда все откроется ну вот на этой лужайке видите анимонии отцветают но опять таки маргаритки приходят им на смену лютики и даже одуванчики ну и вот еще немножко осталось примус когда мы говорим о дизайне сада в первую очередь мы должны думать о том как сад выглядит из окон дома потому что сад это продолжение дома ну вот у нас он выглядит вот так и вы скажете а что же там делают эти дохлые кочерыжки от древовидных папоротников это марина вячеславовна устроила эксперимент и я жду с нетерпением когда он сработает или не сработает осталось ждать недолго я вам расскажу о нем в одном из следующих видео что касается гераний то вида 3 наверно на разных клумбах я видела уже цветут также частью лесных луговых посадок вернее они сами там естественно выросли является черемша на клумбах она у нас тоже есть мы ее особо не дискредитируем и посмотрите уже цветут розы роза canary birds полностью покрыта цветами ну а вот это на клумбах у нас черемша в перемешку с английскими колокольчиками тюльпанами в общем красота неземная что я хотела у вас спросить напишите пожалуйста если кто-то заготавливает черемшу только без соли рецепты как вы это делаете потому что очень хорошее растение очень полезная и достаточно вкусная но быстро проходящая то есть у нее нету второго сезона отошли листики и до свидания а хотелось бы как-то их вот ну продолжить скажем так использовать в течение более продолжительного времени ну вот пожалуй и все что я хотела показать что у нас изменилось за эту неделю если что-то вас заинтересовало то спрашивайте в прошлом видео спрашивали про одуванчики ну вот одуванчики я вам показала на этом я буду с вами прощаться желаю вам всего самого доброго вы не забывайте ставить лайки подписываться на канал если вы еще этого не сделали поддерживать канал ну и оставлять свои комментарии вам всего самого доброго здоровья мирного неба над головой и до новых встреч всем пока пока